Прекрасно. Алло, Мария. Алло, здравствуйте. Вечер добрый. Не могу принять себя, постоянно пытаюсь что-то в себе изменить. Внешний эпохондрый 10 лет. Первый вопрос, сколько вы весите? Сколько я вешу? Ну, сейчас я набрала, у меня 57 кг. А обычно? До этого было 47-48. А рост какой? Метр семьдесят два где-то у меня рост. Худеете, полнеете? Ну, вообще, вот последние где-то полгода я набрала вот эти вот около 10 кг, где-то 8 кг. А до этого я похудела очень сильно. То есть, это где-то лет 10 назад я была 60 кг. И у меня это как-то постепенно начал вес снижаться. То есть, я там в институте когда училась, у меня он вот дошел там до 50. А вы не ели или что? Нет, я ела, но вот как-то... Вы нервничали или что? Мария, вы пропали. Сейчас слышите меня? Да, еще раз. А вы нервничали тогда или что происходило? Ну, возможно, да. У меня были стрессы. Я поступила в институт в тот период. Вот. Училась как бы в институте. Потом вышла замуж. И вот у меня в этот период, ну, я начала худеть. Зачем? На первом курсе института. Зачем? Не специально. Вот как-то у меня так вес сам начал опускаться. То есть, я ни на диетах не сидела, ничего. Хорошо, спасибо. Я понял. А что значит, не принимая себя, пытаясь себе что-то изменить внешне? Это что такое? Есть такой эпохондры 10 лет. Ну, я постоянно, вот, как бы, знаете, пытаюсь себе, там, наклеить ресницы, наклеить волосы. То есть, я вообще себя внешне именно, я не принимаю себя. То есть, мне не нравится, как я выгляжу, там, моя внешность. А что конкретно вам не нравится? Да, наверное, все. Ну, особенно это мое лицо. Ну, то есть, как бы, я там постоянно с собой что-то проделывала. Вот. И делала я это до того момента. А что конкретно вам в лице не нравится? Ну, например, мне не нравились губы. То есть, я постоянно увеличивала губы. Мне не нравился мой нос. Я хотела, там, его сделать тоньше, например. Что еще? Ну, там, ресницы наклеивать, наверное, это все как бы банально, но это тоже у меня было постоянно. Волосы. То есть, мне постоянно хотелось длинные волосы. Я все длиннее и длиннее себе наращивала волосы, там, то есть, ногти. Губы все больше, волосы длиннее. Да. Да, да, да. Красота, страшная сила. Да. И просто в один момент я прекратила это делать, поскольку вот у меня начались панические атаки. И там, ну, куча фобий разных. Я боюсь лекарств, я боюсь уколов, я боюсь, ну, у меня вот это пошла фобия, и, соответственно, я не могу теперь ничего колоть, потому что я боюсь шприцов. Как вам помогает ваша фобия? Ну, то есть, как бы вот да. И теперь я, получается, банально даже не могу нормально в парикмахерскую сходить, там, покрасить волосы, потому что... Может быть, ваш организм вам подсказывает таким образом, что надо перестать это делать? Ну, я думала отчасти, что надо было остановиться, наверное. Желательно, да. К какому-то идеалу я стремилась, что ли. Я не знаю, что это такое. У меня какая-то погоня за идеальной красотой. А где вы видели пример идеальной красоты, к которой вы стремитесь? Ну, наверное, это в соцсетях. Сейчас Инстаграм у нас пестрит, с такими лицами одинаковыми у девушек. И вы считаете, что это хорошо? Ну, как бы на сегодняшний день, наверное, я уже в этом плане не совсем считаю, что это как-то красиво, да, но все равно иной раз хочется... А для чего? Вы же замужем уже. Я в разводе. А вы когда были замужем и были удовлетворены, вы так себя вели? Да, я как раз начала это делать с мужем. У меня такой бизик пошел. А для чего вы начали это делать, когда вы вышли замуж, если, в принципе, можно было уже выдохнуть? Вы знаете, мне казалось, ну, это я так думаю на данный момент, да, что у меня муж просто такой человек был... Ну, то есть она в таких кругах общался, где очень красивые женщины, именно такой типаж кукол Барби. И мне, наверное, хотелось им соответствовать, скорее всего. И я вот начала им подражать, наверное, как-то вот. С целью какой? Наверное, чтобы муж не ушел от меня. Скорее всего так. Ну, кажется, ваше поведение не увенчалось логическим успехом. Да, да. Получается, что не мои там волосы, губы и всякие там в лице филеры не спасли. О чем это говорит? Ну, не в этом дело, в этом дело. А в чем? В его внешности. Значит, какой можно сделать вывод? Ну, как бы, наверное, надо себя бы принять такой, какая есть, по сути. Но вот у меня это... Ну, сказать-то легко. Сказать-то это легко. Прими себя такой, какая ты есть. Это вот любят говорить в Инстаграме некоторые персонажи. Прими себя такой, какая ты есть. На самом деле, сделать это очень сложно. И просто сказать человеку, прими себя такой, какая ты есть, это, ну... Это прям такой стёб, что ли, над этим человеком, я бы так сказал. Так, а в итоге развелись. И что дальше? Ну, уже свелись, я как-то, ну, то есть я всё равно дальше что-то делала с собой, там, губы делала, волосы, всё это клеила, клеила. Ну, вот до того момента, как у меня вот не пошли эти страхи препаратов. А когда начались страхи препаратов и ипохондрия? Ну, ипохондрия у меня уже лет 10 точно. То есть это ещё до мужа, наверное, у меня даже началась ипохондрия. А как она проявлялась? У меня самый первый был, знаете, такой, как навязчивый страх за здоровье. Я боялась аппендицита очень сильно. То есть как бы у меня это дошло до идиотизма. Я каждую неделю вызывала скорую. Ну, то есть это, да, лет, наверное, 10-12 назад даже было. А в чём был страх аппендицита? Я даже не знаю, почему именно аппендицит. Ну, у меня с детства просто мама как-то пугалывается, что вот это такая страшная болезнь, что если его просмотреть, то будет потом плохо. Ну, как-то вот мне это, видимо, в голову били, что это острое состояние, которое требует госпитализации срочно. Что там потом перитонит может начаться. Ну, в общем, я там себе нарисовала его картину. И вот я вызывала себе скорую. Ну, это в течение нескольких лет было у меня. Они меня увезут, там посмотрят, отправят домой. И в итоге я так доигралась, что через, там, не помню, сколько лет прошло, мне сказали, что у меня аппендицит как бы в реальности, его надо вырезать. Вот, в итоге мне провели операцию. Ну, правда, сказали, что там был катаральный, то есть это фоксически его и не было, как я поняла уже потом. То есть мне вырезали орган, который не болел. И я вроде бы успокоилась с аппендицитом, ну, как бы всё. У меня потом пошла новая фобия, это страх, ну, апоплексия, это по-женски, вот эта вот проблема. У меня просто один раз она произошла, а это апоплексия, но безоперационно. То есть мне просто противоспалительные кололи. И у меня засел этот страх. То есть потом где-то года 3-4 я панически боялась апоплексии. Я ходила на УЗИ, там, не знаю, раз в неделю, наверное, стабильно. У меня тут в доме медцентра. Понятно. А сейчас на что вы жалуетесь? Ну, у меня сейчас фобии, это вот именно лекарств я боюсь, препаратов. То есть я даже там антидепрессант, ну, успокоительные какие-то не могу банально выпить. Вот. То есть больше вот препараты как-то у меня страх вызывают. И, ну, как бы моя ипохондрия-то, она особо-то и никуда не делась. То есть у меня там бывает кардиофобия периодически. На сегодняшний день на что вы жалуетесь, да, чуть поконкретнее? Ну, страх, наверное, на лекарства принятия. Вот это вот. Это такое основное, потому что... Как вы с ним, я понял, как вы с этими... Как вы с вашими фобиями работаете? Ну, касаемо вот лекарств, я сейчас мне прописали, ну, успокоительное такое, лёгкое. Я вот его по четвертинкам делю и вот так вот, ну, как бы, по чуть-чуть пью. Ну, каждый раз я выпиваю... Нет, при чём здесь ваши четвертинки? Как вы работаете с фобиями? А, ну, в принципе, ну, никак, наверное. Ну, как-то я... Нет, подождите, объясните мне, как у вас должно что-то пройти, если вы не с этим не работаете? Ну, у меня была фобия, знаете, ещё еды, то есть, как бы, да, я с ней проработала, то есть, я кушала всё... Нет, да всё понятно. А что, почему такая выборочная история? Тут копаю, тут не копаю. Ну, вот с лекарствами я не могу никак это проработать. А в чём проблема? Не знаю. Начать пить лекарства, например, теми же дробными порциями. Ну, вот да, я сейчас стараюсь пить по, там, маленьким... Но проблема в том, что эта фобия не устраняется без приёма лекарств. Эта фобия чисто поведенческая, во-первых. Во-вторых, помимо этого, нужно ещё будет работать над основной проблемой. Потому что сначала мы возвращаем именно конструкцию фобического избегания, где вы берёте, делите таблетку на четвертинку, и 4 части таблетки выпиваете с разницей в 20 минут. Вот так каждый день. После того, как вы сможете освоить все препараты, вам уже будет проще. Но это такая, так сказать, социальная, что ли, проблема, которая решается. Но она не решает, так сказать, основной запрос. Потому что, что ваша дисморфофобия неадекватная, с губами и волосами, что ваша ипохондрия, она говорит не о проблеме лекарств, и не о проблеме другой. Она говорит о проблеме гораздо более такой серьёзной с точки зрения восприятия вообще себя. А что вы вообще о себе думаете? Ну, у меня с уверенностью в себе проблемы большие. Что как бы я там, не знаю, никому не нужна, наверное, неудачница, но что-то вот такое у меня идёт. А на чём это основан вывод? Ну, даже не знаю. Вот просто она у меня в голове сидит, что у всех всё так хорошо. Ну, у моих друзей, у всех, кто так здорово складывается, там все женятся, заводят детей, развиваются, а я что-то вот, ну, по крайней мере, ещё и села вот в этот невроз как бы сильно. Вы ни в какой невроз не сели, вы в него не садились абсолютно. Но она у меня усугубилась так как-то. Она у вас не усугубилась, это вы усугубили свою жизнь. Вас невроз никого не усугублял, это вы усугубили свою жизнь своим поведением. Невроз тут вообще ни при чём, отстаньте от неврозов. невроза, невроза это ваша какашка, которую вы накопили и вытуживаете. Это не что-то от вас автономное, это вы. Ваш невроз, это вы, день за днём. Это не какая-то самостоятельная проблема, которая на вас напала, это ваш личный выбор и восприятие. Вопрос. На основании чего вы считаете, что вас нельзя любить и вам надо соответствовать чему-то, чтобы вас полюбили? Ну, я не знаю, думаю, что, наверное, это с детства у меня было, что как-то всё под какие-то стандарты. Ну, не знаю, может быть, мама меня не принимала, вот это тоже как-то вот она у меня. Вот. И вообще, в принципе, как-то меня общество не принимало одно время это там и в школе, и в институте. И я пыталась соответствовать, наверное, какому-то стандарту или каким-то, например, моим друзьям, которые были более популярны, что ли, не знаю, как правильно говорить. А если немножко, я понял, а если немножко раньше копнуть, кто не принимал вас не соответствуя каким-то стандартам? Ну, у меня больше как-то вот школа, институт, наверное, у меня вот этот момент. Так в детстве даже не знаю, ну, как бы, да, у меня там с мамой такое сложное это всё, но... Что сложное с мамой? Ну, она меня, возможно, тоже не принимала. Каким образом? Вот. Ну, например, там она могла мне в детстве сказать там на раз, что ты знаешь, ты на меня не похожа вообще, говорит, ты непонятно, тебе в детском доме, ой, это в каком, господи, в роддоме тебя подменили, что ли, мне? Ну, какие-то такие моменты могла мне говорить. Вот. А папа, то есть, ну, папа вообще не участвовал в нашей жизни, он с нами прожил там до 13 лет, а потом ушел в другую семью, и он никогда не участвовал даже там, ни в воспитании, даже на меня внимательника не обращал, потому что он жил с нами. Там, в своей жизни жил в соседней комнате, по сути. А маму, вот, хотя она говорит, что ты там была желанным ребенком, я хотела там, ну, чтобы ты родилась, то есть все вот, но вот по какой-то причине у нее такое было, ну, отторжение, что ли, меня, я не знаю. А я вот заслуживала постоянно эту любовь, ну, и вот, вы ее до сих пор заслуживаете, в этом и есть ваша проблема, и вы должны очень четко для себя сформулировать свою проблему. Моя проблема в том, что я заслуживаю любовь различными способами и соответствиями. И единственное, что вам нужно сделать, это делать вопреки этому. Пока вы будете продолжать заслуживать любовь через соответствие, эта проблема будет оставаться. например, возьмем такую проблему, как РПП. Что анорексия, что булимия, это ваш случай, поэтому я и начал наш разговор с веса, потому что вы классический РППшник. Вот, классический, с дисморфофобией, которая то худеет, то полнеет, то худеет, то полнеет, потому что ей нужно соответствовать определенным стандартам, потому что любить ее можно только по стандартам, а хер будешь соответствовать стандартам, ведь они такие сложные. И горе этих девочек заключается в том, что они искренне верят, что эти стандарты нужно соблюсти. И терапия, если так вот в целом говорить, да, в кейсе, она направлена на то, когда человек начинает понимать, что ему и хорошо с тем, что есть, ему не нужно зарабатывать любовь, что его принимают такой, в таком весе, с такими ошибками, с такими ушами, с таким носом, с такими губами, и видят это, и намеренно перестает каждый день что-то делать с собой, чтобы соответствовать. например, РППшники у нас начинают есть. И для них это сложный такой процесс, потому что это люди, которые, понимаете, верят в то, что они должны соответствовать некому стандарту. Правда, когда я им задаю вопрос, откуда они эти стандарты взяли, никто ответить не может. Очень просто, потому что эти стандарты, их никогда не было, это иллюзия. Это как такая, знаете, в шизофрении есть галлюцинация, которых никогда не было в реальности. Вот так у РППшников по вашему типу есть иллюзия, которой никогда не было, о том, что им надо соответствовать каким-то стандартам. Потому что в реальности, Мария, найдутся куча людей, которые будут вас любить из 90 килограмм, когда вы будете весить, и куча людей, которые будут вас любить, когда вы будете весить 80 килограмм, 70 и 60 и 50, сколько хотите. Потому что на Земле огромное количество людей, которые будут вас любить такой, какая вы есть. Другое дело, когда девочка начинает рассказывать себе, что есть определенные стандарты, за которые можно любить. В чем разница между здоровым образом жизни и так называемой патологией. Разница в том, что человек, который просто ведет здоровый образ жизни, он ведет этот здоровый образ жизни, угадайте, как? Для себя, наверное, как-то. умничка. Просто для здоровья, для тонуса, для какой-то подтянутости, для настроения и так далее. Для снятия стресса. А нездоровый человек ведет эти все действия для того, чтобы соответствовать какому-то, плюс их ставим, кто понимает разницу, соответствовать какому-то стандарту, чтобы она что-то из себя представляла. Вот это очень важная дифференциальная разница. Если девочка говорит, я хочу там такую-то задницу, я хочу такие-то там параметры и так далее, потому что мне просто вот, ну, прикольно там себе вызов, там смогу я, там не смогу выступить на бикини, просто мне вот интересно себя проверить, смогу ли я подготовиться, как эта сцена захватывает, ага, или девочка говорит, да, мне в принципе нравится бегать по утрам, потому что это там метаболизм разгоняет и как бы стресс очень хорошо сгоняет и вообще люди очень сильно меняются, когда бегом увлекаются и никакие психологи им не нужны, как правило, больше никогда, просто люди не понимают этого. И, собственно говоря, вот тогда я говорю, окей, у тебя проблем нет, если ты хочешь, welcome, но когда девочка говорит, я хочу, значит, такую-то задницу, такие-то губы, такую-то фигуру, чтобы от меня не ушел муж, чтобы меня любили, чтобы я соответствовал, вот это патология. И тут мы начинаем, Маш, классический такой разговор, а с чего ты решила вообще? опробовала ты иначе? Ну, да, я вот сейчас уже ничего особо не делаю, где-то, наверное, год точно, и, ну, в принципе, мое окружение это не сильно поменялось из-за того, что я перестала что-то делать, но... А что, подождите, стоп, а что это доказывает? Вот смотрите, как вы это обесцениваете. Вы, с одной стороны, себе полжизни рассказываете историю, что вы должны соответствовать каким-то стандартам в разных ипостасиях, так сказать, и эти стандарты должны, так сказать, вам принести принятие. Если позволите, мы этот кейс выложим в публичный доступ, потому что это большая проблема у девочек, прям очень. Позволите? Да, 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 да. Спасибо большое. Вот смотрите, а есть, вот в вашем случае, история, от вас же не отказались ваши друзья, но смотрите, как вы делаете. Вот смотрите, как вы делаете, Мария. Вы говорите, я должна соответствовать стандартам, чтобы меня, значит, принимали, но при этом вы говорите, а когда, а я вот в принципе не соответствовал, мне все принимают, но это не важно. То есть вы сами, да, обесцениваете реальность. И если бы я был вашим терапевтом, консультантом, как хотите, называйте, и я бы вам сказал, вот с моим фактом, глаза, тебя принимают и с такой жопой, простите меня, и с такой, и с такой, и с такими губами, и с такими губами. И вы бы мне сказали, да, но, как бы я не хочу на это обращать внимание, тогда я бы вас призывал бы к ответственности. Да, потому что тогда возникает вопрос, а для чего тебе это непринятие? И мы сейчас переходим ко второму пласту нашего бигмага. А что тебе дает непринятие реальности? Вот, слушай сейчас меня внимательно. Что тебе дает то, что ты не хочешь смотреть правде в глаза? Вот у меня есть, скажем так, близкий человек, да, которого нет в социальных сетях. И к этому человеку подходит огромное количество людей и говорят, какая она красивая, и как ее хотят пофотографировать огромное количество фотографов. Владельцы модельных агентств, блять, сбиваются там с дарой речи, чтобы только она работала с ними, а она искренне верит, что она некрасивая. Ну да, у меня тоже так. Вот, я же знаю, я же знаю этот портрет. И у меня к тебе вопрос. А что тебе это дает? Вот ты видишь, что, например, там, 10 мужиков не сговаривая, сказали, Маш, жопа, огонь. Что тебе дает то, что ты им не веришь? Не знаю, может быть, но это вот именно неуверенность в себе, что ли? Нет, что тебе дает сам факт того, что ты игнорируешь реальность? Ты им не веришь, что они обманывают, думаешь? я почему-то больше на негативе зацикливаюсь, вот я замечала. То есть, на плохих каких-то, мне просто периодически там говорил, там, муж, вот тебе грудь увеличить и так далее. Были такие разговоры. слушай, у каждой семьи есть какие-нибудь разговоры про грудь, это тебя не оправдывает. Дело не в этом, а ты про член ему можешь сказать тоже, когда он тебе про грудь. А я это не смогла. Ну вот. Я не смогла его обидеть. Видите, мне его жалко было, он может такое сказать. Ну, будешь знать теперь. Это, кстати, вот и жесткий разговор был бы, но очень искренний. Ты меня не принимаешь такой, какая я есть, но как бы давай тогда я тоже тебе скажу, что мне не нравится, попробуй это изменить, как оно тебе. Он обидится, потому что тебе не нравится то, какое он есть. А почему ты не должна обидеться? А мне, видимо, не знаю, наверное, нельзя. У меня просто несколько раз там мужчины, с которыми я встречалась, они мне делали такие замечания какие-то. Ну, не то, что я там какая-то ужасная, безобразная, но что вот тебе будут подделать и там подделать. Слушай, мне делают замечания люди и девушки, что я какой-то не такой. И любым моим знакомым делают замечания и так далее, и тому подобное. В этом, ну, в этом на самом деле проблемы нет. Проблема в том, что ты видишь негатив и ты к нему как-то относишься. Так вот, я повторю вопрос. Что тебе это дает? Вот такое желание верить в то, что у тебя что-то не так. Давай я перефразирую вопрос, может быть, будет парафраз проще. А что было бы, если бы ты приняла себя такой, какая ты есть? Было бы здорово. Я бы на ней зависела, так вот, что здорово. Не, не, ты не поняла. Вот, концептуально, а что было бы, если бы, ну, было бы здорово, это понятно. Что бы изменилось? Что было бы, если бы ты себя приняла? Как бы тебе нужно было себя вести? Как бы ты жила? Что бы тебе надо было делать? Проще жила бы. У меня было, наверное, напряжение такого. Я понимаю, но я не в этой концепции задаю вопрос. Что бы ты вынуждена была делать? И как бы ты вынуждена была жить, если бы ты приняла себя? Вот ты приняла себя, и как бы ты жила дальше? Что бы тебе нужно было делать? Тебе бы нужно было контактировать с людьми, да? Ну да. Окажется, с этим проблема. Угу. Не понимаешь, к чему я? Что дело не во внешности, Маша. Есть такое, да. Ты себе эту историю рассказала для того, чтобы не контачить с людьми. Да, с циофобией. Да хватит себе диагноза ставить. Слушай меня внимательно. Если бы тебя сейчас не выбрали на кейсе, ходила бы со своей жопой и губами. Дальше. И волоса, волосы еще. Жопа, губы, волосы. Вот картина Репина. Жопа, губы и волосы ходят. Слушай меня дальше. Еще раз. Это важно. И переслушивай этот кейс. Девочки, внимательно. Значит, проблема не во внешности и не в какой-то истории, что вот мне 10 человек сказали, что я красивый, а я вот считаю, что не очень, не врут, врут. Дело, зайка, не в этом. А дело в том, что ты таким образом защищаешься от чего-то другого. Внимание, вопрос на таком. Вот к чему был мой вопрос, коллеги, восклицательный знак, кто понял логику моего допроса, так сказать. Так что же ты получаешь? Веря в то, что ты некрасивая, должна соответствовать. Ты получаешь какой-то неконтакт с людьми. Ты их избегаешь. А если бы ты их не избегала, то что было бы? Тебе бы пришлось с ними что? Общаться. Контачить. Да. А что бы ты думала в этот момент, когда бы ты с ними контачивала? Что они обо мне думают? Я не знаю. Это я тебя спрашиваю. Наверное, да. У меня были бы всякие мысли такие, наверное. Значит, получается, логика следующая. Ты неуверенно себя чувствуешь по взаимодействию с людьми. Да. Потому что... Да, это и есть главное. Потому что там есть какие-то на это якобы обоснования. Я неуверенно себя чувствую контактирую с людьми, потому что я что-то не знаю, и это плохо. Что-то не умею, и это плохо. Я там не умеха какая-то, или я вообще там не могу поддержать разговор. И если я им не понравлюсь, это плохо и ужасно, и вообще я много чего не знаю. И чтобы... Ну, там много может быть определений, за тебя не буду их натягивать. Сама потом подумаешь. И чтобы не контактировать с людьми, люди выстраивают такую позицию из серии «я некрасивая» или мне надо как-то соответствовать. То есть, вот этот механизм ипохондрический, дисморфофобический, вот это вот неверование в то, что тебе друзья говорят, Маш, да нормально, всё. Это вот защитный механизм для того, чтобы избежать чего-то самого главного. Это контакты с людьми. Поняла меня? Ну да. То есть, ты придумываешь в кавычках себе вот эту всю историю про внешность, про несоответствие, чтобы с людьми не контактировать. Твоя терапевтическая задача – понять, а почему мне контактировать с людьми так стрёмно? Отсеять, только отсеять нужно историю внешности. Потому что это как бы прелюдия, предлог. Чтобы не контактировать. А на самом-то деле, если я контактирую с людьми, чего я боюсь? Чего я не могу допустить? В чём я не уверена? Что не так? И вот если, и когда ты научишься контактировать с разными людьми, и решать с разными людьми разные вопросы, и принимать разные точки зрения, острые и не очень, у тебя куда-то уйдёт твоя дисморфофобия. Во всяком случае, она не будет так ярко выражена. Потому что все вот эти проблемы – это попытка избежать контакта с людьми. тебе надо искать ответ в себе, именно почему я не хочу контактировать с людьми. Есть сейчас мысли? Ну, потому что, наверное, да, я не умею как-то правильно, как мне кажется, общаться. И, возможно, что... А кто тебе сказал, что ты не умеешь правильно общаться, и тебя не примут? Может быть, не умею правильно общаться, ещё одна, ещё одна прелюдия к отсутствию общения. Смотри, что ты сказала потом. Я не умею правильно общаться, меня не примут. Значит, получается, ты себе придумываешь всякие интересные штуки, потому что ты боишься, что тебя не примут. Ну, да. А если бы ты сказала, да, действительно, я могу кому-то не понравиться, я могу кому-то не подойти, и кто-то может посмеяться надо мной, или кто-то может не принять меня. И это нормально, потому что... И подойти, сказать, привет, меня зовут Маша, я вот такая. Они говорят, ну, нет, ты нам не нравишься, мы не хотим с тобой дружить. Ты говоришь, ну, окей, хорошо, приходишь к другим, говоришь, привет. Вот если бы ты, услышавший сейчас вот этот финал, приняла гипотетически и практически недопущение из серии «Я могу не понравиться», и я могу быть отвергнутой, у тебя резко бы все прошло, даю тебе свою гарантию. Если бы ты внутри взрастила бы идея о том, что да, я могу не понравиться, и это нормально, у тебя не было бы больше вообще никаких жалоб. Я просто очень, знаете, с людьми тяжело на контакт иду. Да ты, это следствие. Еще раз, еще раз. Ты искренне веришь, что если ты кому-то не понравишься, если ты будешь какой-то осужденный, непринятый, ни в чем-то вкусе, это какая-то лютая катастрофа. И чтобы эта лютая катастрофа не случилась, ты придумываешь себе разные предлоги, чтобы только не контачить с людьми. Так вот, чтобы этих предлогов больше не было, а я что-то не так общаюсь, а я что-то не так выгляжу, а вот сегодня тут нет губы, волосы, чтобы этого не было, надо ударить сразу в центр. И этот центр принятия гипотетические, что я могу не понравиться, не быть во вкусе, не подойти, и это нормально. И вот когда ты это внутри себя реализуешь, у тебя резко уйдут все твои симптомы, потому что твои симптомы это защитный механизм против того, что ты не можешь допустить, а не допустить ты можешь, что кто-то тебя не примет. И что бы тебя не приняли, ты защищаешься различными псевдологическими обоснованиями, которые называются ипохондрия, тревожность, дисморфобия и прочая куня. Поняла меня? Да, я, признаете, Алексей, думала такой момент, что я стремлюсь к этому идеалу, я должна быть идеальной, чтобы всем понравиться. Это способ отдистанцироваться от людей. Ты говоришь, ты не въезжаешь, да? Давай еще раз. Я не могу допустить, что я кому-то не понравлюсь внутри. Мой защитный механизм понимает, что для меня это лютое недопущение, это очень больно. Я, мозг, думаю, что бы надо такое ей подсказать, что бы ей больно не было. Она же не допускает, что ее там кто-то не примет. И мозг говорит, так, давай поставим себе какие-то стандарты, какие-то соответствия, которых надо добиться, чтобы тебя приняли. И вот ты начинаешь рассказывать себе истории, вот тут стандарты такие, вот тут надо так, общаться надо так, выглядеть надо так, сосать надо так, это надо так, да, естественно. Это надо жопу давать, это все, надо все делать, чтобы меня приняли. И твоя жизнь превращается в одно сплошное соответствие. Потому что самое главное то, что ты не можешь допустить, что ты не понравишься. Все, это способ профилактики самого главного. Вот за этим и стоят все темы с РПП и все темы с дисморфофобией. И как только наши девочки, ну там большой комплексный подход, там и вопрос работы с ожирением, там вопрос работы с дефицитами, там вопрос работы с паттерном пищевым, но параллельно-то отрабатывая, если мы про РПП говорим, пищевой паттерн и работая с нутрициологом и так далее, и может быть смежными врачами, мы, я как я, да, Эльмира, моя коллега, мы все равно параллельно заводим с девочками именно эту тему. И я тебе могу сказать, что в 100 случаях из 100 это девочки, которые не могут допустить отвержения. И чтобы не почувствовать отвержение, они придумывают себе всякую шляпу из серии, как, чему бы еще соответствовать. А именно поэтому не работает для них поведенческая экспозиция из серии «Давайте 100 мужиков рандомно позовем, спросим, что вы о ней думаете». И я тебе могу сказать, мы можем с тобой выйти на Тверскую, рандомно взять там 100 мужиков, и ты увидишь, что статистика на твоей стороне. «Давайте все равно будешь думать так, что ты какая-то не такая, потому что не в этом проблема. А проблема в том, что если ты будешь с ними общаться, тебе будет страшно, потому что ты не можешь допустить, что ты не в их вкусе, что ты что-то не так скажешь, пухнешь, ничего, что-нибудь сделаешь. Да, я контролирую, когда я контролирую. Естественно. Так услышь меня. Себя контролирую. Поставьте 5, кто меня понял сейчас. Маш, ты меня услышала? Ну да, поняла. Своими словами, так в чем же проблема? Мне нужно допустить, что меня могут не принять, отвергнуть. Так, а в чем фишка твоих симптомов дисморфофобии и вот этих стандартизирования себя? Это как у меня защитный механизм, что я себе это придумаю для того, чтобы соответствовать стандартам придуманным в моей голове. А все эти стандарты тебе нужны для того, чтобы избежать что? Избежать общения, контакты. А избежать общения для чего? Для того, чтобы вдруг меня отвергнуть, ну вот этого, чтобы не испытать свой дискомфорт, возможно. Умничка. Теперь логическая цепочка в голове сошлась? Да, я поняла, да. Пересматривай этот кейс, потому что, может быть, он чуть попозже зайдет еще раз и еще раз. И я тебе даю гарантию, что если ты внутри придешь к философии, что да, я могу не понравиться, да, я могу быть не во вкусе, да, я могу быть отвергнутый, да, я могу быть непринятый, да, я могу быть не идеальный, и это нормально, у тебя резко уйдет список соответствий, и ты будешь наконец-то жить той жизнью, которой ты хотела. Поняла меня? Поняла, да. Успехов тебе. Все, спасибо большое. Не за что. До свидания. До свидания. Комментарии. У меня получилось, как мне кажется, вам показать вот такие фундаментально глубокие причины и следствия, как вообще невротический механизм работает. Есть некая глубинная, все вот это поняли, что я имел ввиду все время по словам глубинная? Есть некая глубинная непринятие чего-то, поняли, да, вокруг которого наращиваются защитные псевдологические, фобические, избегающие формы взаимодействия. Это есть то, что Фрейд назвал защитными механизмами. Поняли? Потому что эти механизмы это псевдологика защищает самое болезненное. И в нашем с Машей случае самое болезненное это то, что она будет не в чем-то вкусе и будет отвергнута. И если мы в терапии в эту историю работаем, не надо больше работать с ее дисморфофобией. Она сама рассыпется за ненадобностью, потому что ей не нужно будет соответствовать стандартам, если она может допустить, что она кому-то не понравится. Вот вам и вся терапия. И у меня вопрос ко многим вузам. Какой хуйней вы занимаетесь на ваших сукокурсах? Вам не стыдно наебывать за сотни тысяч людей ваших сукок студентов? Сколько можно заниматься той ахинеей, которой вы занимаетесь в ваших мотивоучебных заведениях? на высота сукокурсах над покорием под него суккурсах и под его